Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодняшнее видео посвящено очень распространенной проблеме. Это проблема сброса настроек в Star Stable Online. Сегодня я расскажу вам, почему это происходит, как это лечить, но именно по большей части для Windows 10 и 11. Для более старых версий, к сожалению, я вам показать и рассказать данное решение не смогу. Но, надеюсь, данное видео все равно будет для вас полезным. Так что устраиваемся поудобнее или же седлаем своих коней и... поехали! Итак, настройки. Вы можете заметить, что текстуры, мне кажется, сильно поменялись. И это из-за того, что после перезагрузки компьютера, наконец-то вступили в силу максимальные настройки графики, а не только дальность, как это обычно бывает, когда вы выставляете Star Stable на максимум. Теперь при выходе из игры у вас сохраняются все настройки, вплоть до выключения индикаторов Allure Interface, скрытия интерфейс, а также все настройки графики, звука, если не есть необходимость, и отключение вращающейся мини-карты, которая меня все время раздражала. Ну, а также в настройки камеры. В общем, все эти пункты будут сохраняться у вас постоянно, если мы с вами сможем починить проблему сохранения. Эта проблема не Star Stable, поэтому игрушку обвинять в этом не надо. И сейчас я вам подробнее расскажу, в чем именно заключается проблема. Проблема заключается конкретно в вашем ноутбуке или компьютере, а точнее в его учетной записи, в которую вы входите, когда вводите пароль или просто нажимаете открыть, продолжить. Именно в этом и заключается вся проблема. Давайте проверим, как это же выглядит и как эту проблему решать. Для начала вам нужно зайти в ваш проводник, я вам специально сделаю на весь экран, нам нужен мой компьютер, диск С, пользователи. И здесь, по идее, будет написан ваш пользователь, в который вы заходите в игрушку, точнее в компьютер. В данный момент у меня тут очень много пользователей, непонятно откуда, где и чего, но расскажу подробнее. Администратора мы не считаем, как и общий, и JL Cache, а пользователь Дракоша. Это тот самый пользователь, с которого я и начала свою новую жизнь с данным устройством. Здесь у меня как раз все игры-то и были, и Star Stable Online в том числе. После очень долгих поисков всех форумов, записей и вообще бесед на эту тему, я узнала, что проблема сохранения игр... Да, если что, кстати, у меня не только Star Stable сбрасывал настройки, но еще Роблокс и еще каких-то пару маленьких игрушек. Именно онлайн. В общем, если у вас ваша учетная запись компьютера прописана была с самого начала на русском языке, то из-за этого, просто из-за того, что это другой алфавит, у вас и не будут сохраняться настройки. Так как при создании учетной записи имя вашего пользователя прописывается во всех реестрах компьютера. Ну, а учитывая то, что компьютеры у нас по сути все не русскоязычные на самом деле, а это все Windows, и в них нужно писать все на английском, да и в принципе все командные данные и весь кэш и все остальное, он весь прописан на английском языке. А тут мы пишем имя пользователя на русском. Конечно же, система дала сбой. И с администратором эта система тоже так работает. Хотя, по идее, что такое администратор? Это встроенная скрытая учетка, у которой открыты все возможности. Но нет, это здесь тоже не так, потому что она тоже на русском языке, поэтому тоже дает сбой. На самом деле, есть способы решения данной проблемы. Давайте я попытаюсь вам показать самые сложные из них. Итак, самое сложное, по идее, это мы открываем специальную строку Windows R нажимаем и прописываем команду MMC. Нам открывает консоль управления MMC. И здесь, как раз по идее, у нас должна была быть специальная кнопочка, которой на самом деле нет. Мы нажимаем файл, добавить или удалить оснастку, если у вас она отсутствует здесь. И нам нужна оснастка локальные пользователи. По идее, мы должны ее добавить. Но, к сожалению, из-за того, что у меня сейчас 11-я Windows, у меня выдает очень странную ошибку, связанную с Windows 10. Напоминаю, у меня 11-я, а ошибку мне выдает для 10-й. Поэтому, к сожалению, вот таким способом я и не смогла поменять себе название учетной записи. Хотя, в принципе, это возможно. И в интернете практически везде вы сможете найти способ переименовать все внутренние файлы локальные в вашей учетке через управление вот этой оснастки. Но, как видите, у меня все рухнуло, все мои планы. И полетело все к крахам, поэтому данный способ мне не подошел. Поэтому его я закрываю. Но есть более простой способ. Он, правда, подходит исключительно для тех, у кого на компьютере нету большущего количества файлов, данных, информации. Ну, допустим, если он у вас просто для, допустим, игр или же Ютуба. Ну и, ладно, в вашем случае, я думаю, конечно же, большая часть компьютера это игра. Поэтому следующий способ намного-много проще и требует минимум усилий. Самый простой способ это перейти в учетные записи пользователей через панель управления, учетные записи пользователей и управление учетными записями. И здесь вы сможете добавить нового пользователя. Точнее, добавить новую учетную запись. И благодаря этому вы сможете при создании ввести уже имя английскими буквами, все остальные требованиями. И, по идее, после этого у вас все будет хорошо. По крайней мере, я создала еще одну учетку, уже третью по счету, с учетом администра... админки. Назвала ее на английском языке своим стандартным никнеймом. И после этого все пошло хорошо. Конечно же, рабочий стол у меня был пустой, игр было минимально. Точнее как, все ваши данные, они остались на компьютере, просто не отображаются в новой созданной учетке. Но я вам гарантирую, что как только вы ее создадите, назовете на английском языке и вы уже войдете в систему, Star Stable сразу у вас заработает. Вы войдете в игру, выставите настройки, выйдете из игры, перезагрузите компьютер или ноутбук, и после этого все настройки будут сохраняться. Причем не только в Star Stable, а в принципе везде. Если же не сохраняются, то это проблемы игр, и их как решать, я уже не знаю. Но сейчас мы собрались конкретно ради Star Stable Online. Так что вот так вот это все и лечится. И как бонусом, так как вы пришли в совершенно новую пустую систему, и не знаете, что делать, у вас не все игры могут здесь отображаться, а также приложения. Делаем все намного проще. Опять же, этот компьютер, диск С, мои пользователи, ищите своего предыдущего пользователя, точнее учетку, заходите в нее, и просто вспоминайте, где у вас все, что лежит. Заходите в загрузки, копируете все, что здесь есть, перекидываете в ваши новые загрузки на данные учетки. Видео, изображения, музыка, все то же самое. И даже в папке с рабочего стола вы просто копируете все, что вам нужно именно на данной учетке, и перетаскиваете уже сюда, на данный рабочий стол. Файлы не удаляются и не копируются, они просто переносятся в другую учетную запись. Но, к сожалению, если вы творческий человек, как я, когда вы заходите, допустим, в папку, где куча сохранений, программы сбросились, и вам нужно будет на все эти документики нажать правой кнопкой мыши, открыть с помощью и выбрать уже необходимую программу. Ну, а внутри нее нужно будет заново добавлять все используемые ранее материалы, потому что они тоже сбросились, и это единственный минус, пожалуй, который есть при создании новой учетки, что вам везде и всюду нужно будет все вводить заново. И не только копирование файлов с сохранением функций, но и внутренними данными программы. К примеру, у меня есть OBS, которая уже давно была готова, у меня в ней была целая куча катсцен с файлами, но после создания новой учетки, несмотря на весь перенос данных, приложения, то все равно мне пришлось с нуля составлять все эти сценки. Это, пожалуй, был вообще самый гигантский для меня минус. Но в итоге я справилась и все сделала. Так что вот так вот, файлы перекинуты, приложения восстановлены, вся система выстроена, как в предыдущей учетке, а ССО работает с максимальными настройками. Так что вот такое вот видео, надеюсь, оно вам помогло и подсказало самый простой способ, как же сделать сохранение настроек в ССО. Ну а если вам, в принципе, неохота заморачиваться, и вы играете в компьютеры только в единственную старстой планы, то вы можете создать еще одну учетку и с нее уже играть в ССО с максимальными настройками. Но это если только вы действительно больше ни во что не выиграете. Так что на этом все. Надеюсь, данное видео действительно вам помогло и послужило неким подсказыванием или же конкретным ответом на этот часто бесящий задаваемый вопрос, почему у нас сбрасываются настройки в Star Stable Online. Так что на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в максимальной графике.